Приветствую вас, и в первую очередь нужно обратить внимание на причины расставания. То есть сами по себе причины расставания редко и мало, когда относятся к партнерам. То есть да, партнер может обвинять вас в том, что расстались вы из-за вас, что это вы виноваты, что это вы там поступали как-то не так, неправильно и так далее, и так далее, и так далее. Но в действительности, как правило, партнер сам с разной долей осознанности провоцирует подобное расставание. Например, он может это делать по причине того, что он перестает, допустим, принимать вас таким партнером, каким вы являлись изначально. То есть, ну, просто вот человек перестает принимать вас. Вот просто перестал человек вас принимать. И он говорит, он говорит, что в этом, извините, а виноваты вы. Ну, вы же сами, я надеюсь, понимаете, что здесь идет прямое переложение ответственности себя на другого. То есть, партнер берет и перекладывает ответственность, значит, себя на вас. И все, и хорошо ему, потому что он снял с себя ответственность и плохо вам, потому что вы считаете себя как бы виновной стороной в этом. Ну, ну, в этом аспекте. Вот. Вот. А это, конечно же, не так. Вот. Далее. Необходимо увидеть причины, по которым вы, значит, расстались со своим партнером. То есть, нужны именно причины. Обычно остается недоговоренность какая-то, обычно остается недосказанность, которая весьма и весьма болезненно переживается человеком. То есть, в данном случае вам недосказанность решается путем получения обратной связи, причем желательно профессиональной обратной связи по данным вопросам. И самое главное – это проецирование на себя. То есть, что это я виновата, вот что это во мне дело, все, что это я спровоцировала вот эту вот ситуацию и так далее. Помимо того, что мы уже сказали, ну, что к вам это отношение не имеет. Помимо этого, есть и еще другой важный момент. Это такой, что существует, существует обусловленность, значит, предпринятие на себя вины за происходящее. То есть, именно есть обусловленность этому. То есть, ваша склонность, например, к тому, чтобы винить себя за происходящее. И у этого, естественно, тоже есть свои причины. У этого, естественно, тоже есть свои основания. Как правило, это уже более такие глубокие пласты личности, значит, как правило, это детское. Очень детское такое состояние. То есть, вы себя обвиняете. В этот момент вы к себе относитесь как родитель, да? То есть, ну, вы вините себя за то, что случилось. Вот. Но при этом сами чувствуете себя ребенком. Как бы. Именно по тому, да, что вот вы сделали что-то не очень хорошее. Ну, по вашему мнению, за что бы вас, например, ругали бы ваши родители. Вот. Далее. Следующую ошибку, которую делают люди, можно описать так. Человек считает, что не должен, например, страдать. не должен, например, испытывать страданию из-за того, что он расстался с партнером. Хотя, на самом деле, на самом деле, страдать в данном случае это нормально. И в этом нет ничего сколько-нибудь дурного, неправильного и так далее. Это абсолютно нормально страдать. То есть, нужно принять сам факт того, что вам будет плохо. Это нормально, что вам плохо. И так далее. Вот эти вещи, их нужно принять. Да? То есть, просто вот увидеть, что я страдаю, потому что, ну, как бы, так должно быть. Это нормально. Было бы ненормально, если бы я не страдал. С другой стороны, если я страдаю, то я страдаю почему-то. То есть, что-то заставляет меня страдать. Значит, нужно определить, что именно заставляет вас страдать. И потихонечку-потихонечку корректировать свое поведение так, чтобы вот то, что вам нужно было, то, в чем вы нуждаетесь или нуждались, или нуждаетесь, значит, постепенно стало бы для вас чем-то самостоятельно реализуемым. Вот так я бы сказал. И этот момент также нуждается в том, чтобы вы его обязательно зафиксировали, и о нем задумали. То есть, если, например, говорить о любви, да, то есть, ну, просто любовь, то совершенно понятно, что вырастались вы, значит, человек сам недостаточно счастлив, без вас. И, как бы, любовь, если она есть, она, в общем-то, совершенно спокойно к этому относится. Именно любовь. Она, как бы, говорит, ну, значит, так само и быть. Любовь принимает. Вы же не принимаете, значит, здесь помимо любви есть что-то еще. Что-то, что является лично вашим добавлением к любви и отношениям. Далее. Обязательно, вот, обязательно то, что нужно сделать, это сейчас как можно быстрее уставать. То есть, чем больше вы сейчас будете уставать, тем быстрее вы выйдете из этого своего состояния. тем быстрее вы оправитесь. То есть, если вы будете уставать, то, соответственно, будет усиливаться ваша способность к адаптации. То есть, вы будете адаптироваться, ну, больше, лучше, лучше, вполне вы будете адаптироваться. И, соответственно, адаптируясь, вы будете выходить из этого состояния. И последнее. Это новые впечатления, которые вам также нужно получать. Которые также играют очень важную роль в вашей жизни. И чем больше новых впечатлений у вас будет, тем, соответственно, чем больше новых впечатлений будет, тем лучше будет для вас. Вот. Новые впечатления. Они... Значит... Новые впечатления, они определяют вашими интересами. То есть, вы действуете, исходя именно из них. Вот так можно пережить расставание в самых общих чертах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал. Скорее всего, это называется Неман Kiko.